всем здравствуйте сегодня у нас второй эфир в котором мы поговорим кстати ступак всем привет крис привет давайте махать ладошками всем добрый вечер ждем в подключении татьяну ступак нашего сегодняшнего героя с которыми пообщаемся о великом гении о фредерике шопене который был как в германии моцарт точно также в польше это был гений той того времени 18 19 столетия дайте ждем тебя подключайся татьяна ступак по праву считается тоже гением современности и очень активно принимает участие в развитии культурной жизни на острове кипр татьяна добро пожаловать в наш эфир сейчас я тебя подключу секундочку раз два три уйдень привет 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 татьяна добро пожаловать в наш второй эфир live very by феори мы очень рады видеть твою как всегда жизнерадостную улыбку и горящие глаза твой белый рояль нет это еще не это пианино но она белая его делали на заказ 6 месяцев вау то есть на острове ты его так долго ждала по специальному заказу да да его делала фабрика и вот я даже побывала на этой самой фабрике в ноябре и он еще не было готово я бы заказала летом а пришло уже в январе двадцатого года прекрасно поздравляю тебя я смотрю к нему же у тебя и одета сегодня такой красивый наряд эволюция человека эволюция произошла и в итоге мы играем теперь на рояле прекрасно сегодня мы с тобой пообщаемся на такую интересную тему о великом гении девятнадцатого двадцатого столетия о фредерике шопене скажи пожалуйста почему именно его ты выбрала темой данного эфира я знаю что у него очень это было 10 разных композиторов но выбрала я шопена потому что он мой любимый композитор я это ну всегда говорю я его у меня самое большое количество его произведений в репертуаре но сегодня я буду играть маленькие такие и как бы сказать которые передают больше всего его там страдания метали душевные вот вообще вся музыка его не очень близка по духу и он такой романтик в общем я его обожаю это мой самый любимый композитор скажи а что что тебя именно вот в биографии впечатлило и привлекло чем бы ты хотела поделиться сегодня со зрителями хотела бы рассказать вообще о нем как ну а его жизни и творчестве и потом сделать акцент на 10 лет его совместной жизни жизни жоржа сан которые произвели на него и задимое впечатление вот эта страсть любовь которая у них была в романе потом ну как помогло у него даже вот самые красивые красивые произведения были осуществлены именно в тот период в 10 лет то есть жорж его вдохновляло но он же был признан вообще вот гением до мальчиком еще в возрасте 7 лет не так ли он да он начал проявлять свои музыкальные способности еще в раннем детстве и уже тогда начал тоже музыку сочинять вот родился он больше закончил свою жизнь в париже он там умер париже и хочу сказать что вы когда его похоронили до сердце перевезли в польшу насколько я знаю что это незаконным образом сделала его сестра в общем его отец был французом его мама была полячкой и отец был профессором он поднялся занимал неплохую должность и жили они даже в некоторых дворцах то есть шопен изначально окружала вот эта вот вся роскошка дворцовое великолепие у него были две сестры и еще одна была стра которая умерла в возрасте 14 лет это была трагедия для него для всей семьи скажи пожалуйста это вообще реально в шесть лет уже да в семь начать вот играть так гениально как у него это получалось и в семь или восемь лет да он давал уже первый концерт при королевских особых да 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 во сколько ты начала играть расскажи нашим зрителям в пять то есть ты даже вообще пианино мне купил папа когда мне было два года вот он устоял и ждал когда же мне исполнится пять лет потому что я вам рекомендую всем начать индивидуальные занятия уже в возрасте пяти лет когда ребенок может ну хотя бы полчаса высадить за инструментом и начинает сам осваивать вот как играть нужно как ручку ставить потому что до пяти лет это могут быть только групповые занятия ну конечно есть исключения и можно четыре годика конечно ребенка привезти если у него есть очень там талант способности то можно попробовать и четыре а во сколько был твой первый концерт а на гастроли хочу сказать я поехала по германии это все время это 90 какой-то там третий год мне было восемь лет так что я считаю что ты даже опередила ты даже опередила Шопен что мы тогда Шопен не собрались разговаривать давай я тебя помню Шопен в общем хочу сказать что несмотря на то что он был прекрасный пианист и ну как и композитор тоже признанный у него за всю жизнь было всего 30 публичных концертов то есть сейчас у пианистов чем больше концертов тем это лучше как бы круто вот он очень не любил выступать на публике и вот за всю жизнь у него было всего 30 концертов это прямо счастливчики кто его слушал я хочу сказать но он ездил по миру с концертами и в лондоне играл и в Шотландию даже поехал и у него был очень хороший круг друзей он дружил с листом и он даже участвовал в одном концерте где собралось 6 пианистов там черни лист Шопен и они импровизировали на одну мелодию вариации на тем тема вот и сделали вариации вот так вот так что и такие концерты тоже были сейчас я не могу представить ну то есть я не слышала чтобы такое делали то есть у него на тот момент были еще и друзья гений да 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 он также был знаком и слушал Джона Фильда как раз кстати вот Ноктюрны в школе моей когда я училась в ДМШ перед школой при консерватории это вот с пяти до семи лет потому что школу при консерватории берут с семи лет как раз я играла этот Ноктюрн Фильда самый известный который в ДМШ это вот прямо программа МАЗ ты можешь играть и этот Ноктюр он очень похож то есть Шопен вот ну это его предшественник я бы сказала что ли его часто сравнивают с Моцартом ну по гениальности да конечно больше гордиться своим композитором и говорят даже что есть там цитаты что одарили ну в Германии в Австрии это Моцарт ну как национальный я бы сказала композитор да а вот больше гордиться своим Шопленом да так и есть а как же он познакомился со своей супругой но она же не была его супругой нет она не была познакомились они совершенно случайно в гостях у Листа подруги была то есть это была вечеринка у подруги она может быть прямо у любовницы Листа в гостях и да 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 но сначала же она ему не приглянулась потому что ему нравилось она одевалась в мужской костюм курила сигары и конечно вид ее весь такой он очень ну как не вписывался в тот образ жизни и уклад какой раньше был в то время и но зато он приглянулся ей и она написала другу 30 страничное письмо о том что вот надо им все таки как бы получше узнать друг друга и пускай он поможет и в общем да потом хочу сказать что после смерти Шопена под обложкой его дневника нашли маленький конвертик где была прядь волос может там это показывает вот то как он ее боготворил и любил и у них была прям настоящая связь страсть они помогали друг другу и сложные моменты они уехали на Майорку там он заболел у него была чахотка их выгнали из дома который они арендовали и единственный кто их приютил это монастырь вот какое-то время они жили в монастыре но даже в монастыре и потому что характер у Жоржа сам был очень такой взрывной и он ну как бы долго не мог монастырь ну ужин за такой женщина в мужском костюме ну представьте вообще в то время да монастырь и женщина в мужском костюме вот конечно местные жители по моему не понимали их пару и их любовь потому что они во первых не были женаты во вторых у них были дети родители нет не у них это было два ребенка у Жоржа сам это был сын и дочь и хочу сказать что дочь очень ревновала маму и говорят даже что она была в него тайно влюблена и всячески старалась их расторить какие коварные женщины и присылал присылала ему письма о том что вот у мамы там один ухажеру там другой ухажер и так далее вот но сын кстати тоже был не в восторге от этой связи в общем дети очень не поддерживали их роман ну несмотря на это 10 лет да ни много ни мало на это было 10 лет и несмотря ни на что несмотря ни на болезнь и на их переезды да из одного города в другой он все равно продолжал творить и тебе нравится какой из его периодов когда вот он творил какие композиции в каком возрасте он написал написал ну мне вообще как ты ощущаешь сказала мне нравится все у Шопена богатейший репертуар для пианиста он написал четыре баллады две из них в моем репертуаре одну из них я играла при детском дворце прошлым летом спасибо я знаю что ты же недавно была удостоена наградой да президента республики Кипр за твою благотворительную деятельность да это было вот как раз в июне прошлого года дай бог в этом году у меня будет концерт тоже при детском дворце девятого июня мы уже забронировали дату вот и мы должны я должна выступить аркетром в общем кроссфинкер чтобы карасин сняли поздравляем и радуемся принесли ко мне на концерт как только откроют все сразу будет супер концерт здорово очень молодец у Шопена также он написал четыре с керцем два тоже в моем репертуаре первое и второе это наикрасивейшая музыка примерно длится каждое произведение по десять минут там есть разнохарактерные кусочки в разных формах это написано там например трехчастная в общем бывают разные у него формы он написал очень много мазурок вальсов полонезов я вот хочу вам показать специально у меня огромная коллекция нот ну как бы я еще не всю библиотеку перевезла на Кипр но я ее потихоньку перевожу помимо книжной библиотеки это тоже это старинная это старинная это старинная это старинная я вам покажу эти ноты они во-первых видите они не стандартного размера они больше чем вот так видно да они больше чем а 4 формат вот это редакция по-деревски я считаю что это самый лучший редактор который делал ну редактировала произведения Шопена и рекомендую играть только по этой по этому редакции потому что это польское издательство и ну они прям вот очень это видите институт институт Фредерика Шопена вот и этим нотам очень много лет я сейчас даже посмотрю сколько какое это дело это издано в сотую годовщину смерти вот это издание и сейчас скажу а умер он в 39 лет правильно а родился в 1870 году или сейчас скажу в 1870 в 1810 да умер в 49 значит издание это 1956 год угу угу 56 я еще не родилась например да все практически кто здесь служит да вот можете представьте генитары еще хочу показать вот что тут интересно тут вот это его подпись вау вот и потом значит это его вот фото угу угу и потом идут рукописи значит это рукописи шопена вальс например ля ля угу мажор ля бемоль мажор да вот видите этот постель как он спичинял писал вот так выглядел вальс ну то есть вот это издание прям очень-очень такое ну и потом по его руку по его руку ты тоже можешь играть что-что я говорю ты по его рукописи мы вот по нотам которые он писал ты тоже можешь играть или не совсем удобно это сложно понять больше наверное по памяти мелкие точки это конечно надо сидеть и расшифровывать вот ну конечно музыканты поймут найдут ноты там даже уже не то что ты найдешь ноты ты по слуху подберешь там ты знаешь какая-то музыка вот скажи пожалуйста а что мы сегодня услышим что ты нам сыграешь я приготовила самую-самую красивую музыку такую самую драматичную сейчас скажу первое что я хочу сыграть это две прелюди у Шопена есть ну я еще не закончила список его произведений он сочинил два фортепианных концерта минор фа минор очень красивые он сочинил также две тетради этюдов но этюды это не просто для техники их очень сложно сыграть то есть это реально играют уже заслуженные великие пианисты у которых хорошая развита техника две тетради по 12 этюдов в каждом в моем акварию их тоже огромное количество есть и например в первой тетради есть революционный этюд который прям вот как революция такое звучит вы все его слышали вы слышали его на моем концерте в реальном есть еще например на черных лавишах когда правая рука играет только на черных лавишах вот так произведения которое я играла розовой туалетной бумагой сейчас в России это было из цвета Шопена на черных лавишах если кто не узнал я думаю что сейчас начнешь играть и мы сразу же узнаем все эти произведения вот а как ты научилась скажи пожалуйста сколько как ты научилась так вот быстро тоже играть виртуозно когда к тебе это пришло еще в малом возрасте или ты помнишь вот допустим когда тебе там было не знаю 12-13 лет ты уже вот поняла что ну школа при консерватории это обязывает быть на уровне то есть если ты проб не пригодил тебя отчисляют либо переводят на арку либо переводят на дирижера корняка ну то есть эти вот арфа и дирижер корняки в школе совсем вот не котируются ну а потом если ты уже совсем плохо то тебя просто обогоняют и учились со мной дети профессиональных музыкантов потомственных и конечно мне приходилось ну много сидеть заниматься это все труд это как спортсмены и будем сидеть там по 6 часов сидеть и заниматься ну это практика это как гимнастика для пальцев я бы сказала то есть ты сейчас малого да возраста можешь очень быстро все начинается там меньше в начале это там школа беглости черни сборник этюдов потом у вас там какие-нибудь упражнения ганоны гаммы потом репертуар который выбирает преподаватель все усложняется усложняется и конечно там произведение шопена я уже играла наверное в третьем классе в четвертом точно и росли 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 я слышала такую вот теорию что если вы хотите сыграть трагичную музыку того же самого шопена или других композиторов то нужно представить что у тебя безымянный палец и мизинец они свинцовые не просто вот играют а теперь да нет я такое не слышала то есть нужно пропеть эту музыку чтобы ее правильно запомнить и потом отобразить ну нет на самом деле просто нужно отключиться от всего даже если у тебя веселое настроение или ну то есть нас вообще учили что начнется война упадет лист или устро в зале кто-то копнет дверью там не знаю вот что бы ни случилось ты никогда не должен останавливаться ты вообще должен даже брови не повести и дальше играть если у тебя например кто-то умер в семье а тебе нужно играть концерты веселую музыку ты должен вот просто отключиться забыться и раствориться полностью в музыке и передать настроение произведениям или наоборот там тебе весело тебе нужно играть трагично вот просто надо забыть все и погрузиться и честно на самом деле словить кайф вот так то есть это та же самая игра актера в фильме то же самое у тебя игра в музыке ты в нее выживаешься ну конечно да естественно все эмоции после концерта у тебя такой отходной момент происходит там многие были на твоих концертах и все помнят я думаю ждут сейчас тоже повторение все тех же самых мурашек и по телу я сейчас буду играть не то что у меня было на концертах чтобы было что-то новенькое и интересное поэтому я вам сейчас играю две прелюдии из двадцать четырех прелюдий Шопена у него есть сборник двадцать четыре прелюдий который был написан именно в момент его связи и отношений с Джорджом вот и сыграю две из них это Си минор ой до минор и ми минор сейчас видно же да? видно все хорошо видно видно даже хорошо и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 все его музыку слушали и вдохновлялись и дальше шли в бой ну и у нас остались еще два Ноктюрна, которые я хочу сыграть это два его подсмертных Ноктюрна которые уже были из-за после кстати, хочу показать ноты тоже которые 93-го года это издательство Санкт-Петербург композитор, они тоже приехали в Россию здорово да уникальный эфир с уникальными нотами с тобой да, ну я люблю все старинное античное, классику у меня даже, ну, дома у меня все в классическом стиле очень, очень чувствуется я люблю и поэтому я люблю то есть я даже, ну, у нас как пианист я должна играть все и всех композиторов и современных и даже вот 20-й век это там Прокофьев Шостакович ну, я киньёсик жалую то есть на первом месте все же первые 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 да и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз аплодисменты. Я думаю, что каждый, кто сегодня слушал, улыбался и насладился этими прекрасными мелодиями, которые ты сегодня нам сыграла. Шопен действительно гений. И ты тоже. Я очень рада. Надеюсь, что всем понравится. Мы продолжим такой познавательно-эстетически-слуховой приятный курс лекций. И надеюсь, что некоторые, например, смотрели мы ученики, которые должны были смотреть, да. Я иногда спрошу, сколько написал он концертов, сколько у него скерца, мальцев. То есть это тот материал, который музыкант, ну или вот кто занимается музыкой, должен знать, да. То есть это как таблица умножения. Вы должны знать, сколько у Битковина с она, сколько у Шопена с керцей и так далее. То есть это вот... То есть это как то, что написал, да. И, конечно, нужно знать хотя бы в общем, откуда этот композитор, когда он примерно в какую погонжу, кто были его друзья. Я, видите, вот у Шопена какой был друг лист. Мы, кстати, о листе тоже поговорим. Скажи, пожалуйста, этот курс, который ты собираешься организовать совместно с LifeBerry Education, да, мы его организуем совместно, для какого он будет возраста подходить. То есть это для любого возраста человеку, который... Это для любого. Это, я думаю, что в биографию какие-то интересные факты жизни, которые, ну, если ты сам туда не залезешь и не почитаешь, вот человек, который не музыкант, да, он не знает. Ну, это интересно послушать. А ученикам, школьникам это интересно, потому что, ну, там, они занимаются музыкой, и это неплохо, это как образовательный курс, да. Такие, может быть, просто хотят музыку красивую послушать, потому что вот, как я хочу сказать, что я вот начала играть, ну, домашние концерты, это был 2011 год, на Кипре. Есть такой композитор, современник наш, но, кстати, пишет музыку по Шопена, Дэвид Сентекон. И вот у него был кружок музыкальный, пиано-соркул, который вот так назывался. Мы собирались дома и играли вот красивую музыку. То есть такое, как квартирник. Там музыка уже, да, прям в удовольствие. То есть у нас будет такой квартирник, только онлайн? Да. Карантинник. Музыкальный карантинник. Я думаю, что мы раскроем тогда чуть-чуть позже, да, всю информацию более детально в нашем аккаунте и на твоей страничке. И о счастливчике, которые запишутся, думаю, насладятся, да, и получат пользу от данного курса. А сколько он будет включать лекций? Десять композиторов. Десять композиторов. Сколько ты собираешься по времени проводить их? По часу, по полтора, чтобы люди тоже рассчитывали по времени? Думаю, час достаточно, ну, чтобы не переутомиться, потому что сейчас мы такие в расслабленном режиме. И, ну, слушать, конечно, внимательно, нормально, домашние дела. Обычно все же сейчас дома сидят. И мало ли там кто-то отвлек, там что-нибудь на кухне случилось и так далее. Поэтому, думаю, часа достаточно, чтобы вот... То есть для мам с детьми или для пар это идеально подходит? Да, да. Супер. Тогда планируем, планируем даты? Да, все хорошо. Я вообще свободна, поэтому... Спасибо тебе большое, дорогая. Очень рада тебя видеть. Я тоже, спасибо. И до новых встреч. До новых встреч. Будь здоровой, береги себя. Пока-пока. Спасибо вам, пока. Счастливо. Пока-пока. 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 Продолжение следует...